ребята всем привет будет 5 частей по обходу трубы в технике двойного фальца на фальцевой кровли почему из пяти частей потому что совокупности съемки получилось три часа и я решил разбить это на пять частей труба у нас из трех передних деталей двух боковых деталей и двух задних деталей и так поехали давайте немного покажу значит предварительно перед тем как здесь что-то делать я сделал планирование как у нас картины пройдут к фронтону как дают нас в трубе выходит так изначально когда я вымерял с фронтона то первая картина подошла у нас скажем вот так вот далеко от трубы сантиметров 50 то есть боковой оклад был бы сантиметров 50 а здесь наоборот был 12 сантиметров а вот и далее тоже здесь батар сама несимметричность с этой стороны трубы и с этой стороны трубы поэтому изначально надо сделать планирование есть ролик на канале про планирование такое вкратце можете прийти посмотреть вот путем планирования по путем высчитания всех деталей и сделать симметрию у меня получился вот такой рисунок будем показывать на этой трубе весь процесс изготовления замерения и монтажа здесь тоже самое то как я и сказал здесь вот раз картина вот нарисована 2 картина 3 картина здесь раз два три четыре то есть а по факту они будут одинаковые том смысле что обход трубы что здесь и что здесь они одинаковые вот значит что у нас на трубе у нас получается подъем на трубу бюндер фальц сопряжение с карнизным свесом угловой фальц боковая деталь задние две детали здесь за трубой что на этой трубе двусторонняя задняя разуклонка и здесь также боковая деталь а вот и сейчас мы будем замерять и потом пойдем изготавливать итак ребят начинаем замеры можно взять лесочек бумаги можно кусочек железа какой-нибудь отрезок и нарисовать себе трубу поближе покажу у нас труба получается у нас будет раз два три четыре пять шесть семь деталей вот и начинаем мы с трех нижних потом мы будем делать верхние я потом объясню почему и потом боковые итак начинаем замеряем чистый размер наших картин 115 сантиметров замерим проверим еще здесь 115 сантиметров пишем что длина наших картин 115 сантиметров далее минимальный подъем на стену по нормам должно быть 150 миллиметров в нашем случае будет 180 миллиметров то есть мы к этим 115 прибавляем 20 сантиметров это будет наверх и нам надо еще зацепить за карниз плюс три сантиметра или 30 миллиметров вот далее замеряем ширину картины потому что они могут быть тоже нестандартные как и в нашем случае 54 сантиметре 54 с половиной сантиметра правая картина замеряем здесь 54 сантиметра 54 сантиметра 54 сантиметра далее замеряем от там где у нас будет фалец до угла до этого угла смотрим 15 с половиной сантиметров пишем 15 с половиной сантиметров смотрим здесь 16 15 сантиметров все эти размеры мы взяли теперь берем угломер я советую вам взять электронный угломер очень удобно записывать все градусы которые здесь будут можно взять если у вас такого нету можно будет взять тоже пластинку и представлять от уклона и вот сейчас по угломеру вы поймете как это делается выставили ноль и и смотрим трубы бывают кривые да бывают кривые бывать кривые поэтому меряем от фальца до трубы смотрим если у нас 90 градусов смотрим ровно 90 градусов это хорошо далее смотрим как у нас тут 98 градусов напишемся отдельно что 98 градусов относительно трубы далее берем размер не размер а измеряем угол относительно скаты и здесь трубы бывают и такие и такие то есть кривые да смотрим сколько у нас здесь ровно 90 градусов можно нарисовать 90 градусов далее ставим сюда и смотрим наш вот этот градус вот этот угол который идет представляем к стенке и выворачиваем смотрим 147 градусов записываем 147 градусов вот этот угол смотрим ставим вот на эту линию и ставим к углу смотрим сколько у нас здесь нужно примерно вот у нас пятка есть этого угла примерно сантиметр отодвинуть от угла чтобы у нас как бы немножко не прям точно была по линии а немножко в сторону трубы заваливался ставим смотрим градус 97 градусов 97 градусов то же самое то же самое я делаю с этой деталью то есть я замеряю и то есть также замеряю этот угол этот угол проверяю все углы соответствует ли у нас 90 градусов вот записываем и идем я покажу что записал на этой трубе так видно да то есть размеры картин у нас ширина длина картин и взяли эту правую деталь замерили вот эта часть от фальца у нас будет до угла 15 с половиной сантиметров далее по градусам вот этот вот угол 97 градусов вот этот угол 147 градусов и то же самое я сейчас замерю на этой картине и пойдем вниз изготавливать детали итак ребята начинаем изготавливать детали значит сначала я сделаю среднюю картину среднюю вот эту да которую мы мерили вроде посередине с двумя малыми фальцами то есть стартовую картину и начинаю ее делать значит как я и сказал при замерах у нас подъем будет 17 с половиной сантиметров плюс два с половиной сантиметра будет отгибка поэтому я сразу сделаю небольшой надломчик на подъеме делаю 20 совсем чуть-чуть вот так вот и сделаю 25 миллиметров чуть-чуть чтобы при прокате пальцев не мешало делаем первую сторону сейчас зажмем ее зажали и катаем малый пальц выставляем 9 миллиметров выставляю 24 миллиметра все малый готов и от него мы отмеряем нашу ширину 54 сантиметра сантиметра 54 плюс 33 чтобы отрезать лишнее отрезаем отрезаем и делаем так же малый пальцы все картина готова нам нужно поднять на трубу да все берем хапы разгибаем далее у меня есть шаблончики когда я мерил 98 градусов это у нас уклон на трубу я не знаю ролик уже вышел по поводу бюндерфальца или нет как делать его с базовых узлов но он будет на всяком случае либо вы его смотрели вы посмотрите по поводу шаблонов сайте ролик есть на канале уже но новый будет или уже есть с подробностями прям старин так старин все стартовая картина средняя шириной доверяем 54 ровно готова теперь готовим правую деталь переднюю правую деталь то есть который мы замеряли с углами с градусами со всеми и с большим фальцем который будет цепляться на стартовую картину сначала откатываю самый большой фальц откатал 46 миллиметров ставлю 9 миллиметров откатали ставлю 12 миллиметров все фальц готов теперь я немножко переставлю камеру чтобы было виднее и будем уже делать узел с конвертом с подъемом и всем остальным чтобы вам видно было я буду рисовать синим карандашом надеюсь будет видно у нас от фальца как вы помните до угла было 155 миллиметров делаем 155 у нас как мы знаем угол 90 градусов мы замеряли относительно угла трубы этот надеюсь виден вот и нарисовал наш участок 15 с половиной вот здесь и сюда 20 сантиметров это подъем на стену ну и здесь 25 миллиметров это подгиб далее берем наш угломер и и замеряем вымеряем вот который мы ставили на угол и уходили вот сюда на искус которой у нас он 170 147 градусов вставляем 0 и вымеряем 147 выставили прорисуем прорисуем продолжим линеечкой есть надеюсь видно от этого угла от этого угла 147 градусов вот этот далее нам надо от которой мы поставили к углу и и вот сюда у нас вышло 97 градусов оставляем 97 градусов ставим на эту линию 97 градусов есть и рисуем вот сюда далее далее здесь видно вот этот вот угол нам надо разделить пополам привести бисектрису как мы это делаем мы ставим линейку по этой линии поставили черточку и ставим линейку по этой линии в перекрестии от этого угла до перекрестия мы проводим линию то есть мы угол разделили пополам также можно у нас это линия 20 сантиметров эту линию тоже сделать отметить 20 и привести отсюда линию линию также здесь получается у нас 25 миллиметров загиб вот эта линия надеюсь видно далее у нас есть этот вот угол нам добавить туда по 35 миллиметров это будет фальц 35 35 рисуем у нас получился вот здесь вот угол нам надо сделать радиус тут рисуем откладываем от угла 6 в эту сторону и в эту сторону 6 сантиметров и делаем окружность соединяйте две точки по окружности все сделали и теперь вырезаем убираем 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 все у нас получилось вот так вот мы делаем на есть наружная складка есть внутренняя складка мы делаем на внутреннюю складку чтобы у нас здесь фальчик был чистый без конверта потом будет легче фальцевать далее у нас ширина картины 54 и 5 сантиметра 545 миллиметров добавляем 545 добавляем 33 миллиметра 33 миллиметра на отрез но тут есть один момент до конца вот так вот не срезаем вот у нас есть линия гиба где будет останавливаемся до нее вот так вот я потом объясню для чего отрезаем лишнее далее я здесь с краю с этого формирую малый фальц все у нас вот в таком виде сейчас получается картина есть здесь мало катались здесь большой и на сейчас начнем формировать вот эту часть саму что мы делаем мы вот здесь где у нас 225 миллиметров есть мы чуть-чуть по дискосом здесь и дорезаем только вот до этой кромки и срезаем его в последующем на скате мы будем делать здесь конвертик здесь у нас бюндер фальц бюндер фальц разворачиваем фальц рисуем наш угол рисуем наш убийцик тресу подламываем и И я сначала намечу роликом все эти сгибы. Подложим картонку. Возьмем ролик. И где мы будем поднимать, я немножко надломаю роликом. Можно делать это бендером. То есть вы выдвинули и роликом прокатать. Можно сделать вот таким. Пробить. То есть там у кого как что под рукой есть. И я немножечко прокатаю, тем самым надломив немножко, как бы заметив бисектрису. Чуть-чуть подломаю. Потом вот эта вот линия, где фальца. В эту же сторону. И нам надо с другой стороны заметить вот эту линию, которая идет. Мы его сейчас тут... Отметим. Перевернем картину. Нарисуем. Вот так вот. И возьмем рау-пэки. Конвертогибы. И надломаем здесь. Переворачиваем. И по этим же линиям. Еще вот эту можно линию немножко прокатать. Подъема. И рау-пэком. Также эти линии сильнее прогнем. Здесь чуть-чуть. Отстучать. И теперь мы поднимаем наш фальчик. Делаем не спеша, чтобы металл сильно не напрягался. Постепенно поднимаем. Подняли. Теперь нам надо поднять. Вот эта вот часть немножко. Которая на трубу поднимается. Подогнули. Этот фальчик подогнем. Здесь видно. И формируем тут складку. Варим. 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 и будем заворачивать ее за стенку вот сюда укладывать хапами сдавливаем здесь конверт у нас вот это вот линия гиба должна прийти вот к этой линии сойтись если у вас не сходится надо поправить круглогубцами в этом месте или цаплей но если вы четко все разметили то все сойдется в этом месте сгибаем его за стенку все подогнули немножко здесь доправим все и нам надо сбить вот этот вот конвертик приложить его до конца я возьму молоточек представлю здесь и буду задние стенки подбивать можно поднять вот так вот картину чтобы лежала на плоскости стола и тоже пробить отсюда пальчик так все конверс ложили немножечко подровнять подровнять а и и и и и и и и и это тут направить у тоже в бок самое главное не спешите все этот фальчик мы возвращаем назад и вот у нас что получилось то есть у нас нету складки здесь у нас конверт за спинкой вот сейчас я сделаю нашу левую деталь от трубы по той же сами самой схеме как и эту только это будет на левой стороне и пойдем снимать другие размеры кстати ребят вот этот вот продукт называемый клик фальц от компании или производителя грандлайн не является фальцевой кровли как они у себя заявляют на сайте или на youtube канале никакого отношения к фальцевой кровли клик фальц не имеет это имитация фальцевой кровли и то что мы делаем сейчас из этого продукта не сделаешь итак ребята вот три детали готово средняя стартовая с двумя малыми фальцами правая боковая которые мы с вами вместе заготавливали и левую тоже я сделал по такому же примеру только на левую сторону сейчас мы установим их но не до конца так прихватим чтобы они стояли уже на месте на своем что потом нам было проще вымерять и скажу по поводу сейчас вам вот этого почему мы здесь такой сделали остаток ребят не забывайте подписываться на наш youtube канал на нашу группу в telegram на нашу группу в контакте и в instagram все ссылки будут в описании